здравствуйте дорогие подписчики гости моего канала меня зовут юлиана сегодняшнее видео как обычно мы с вами посмотрим гороскоп на неделю для каждого знака зодиака и сейчас мы с вами будем смотреть 17 по 23 января для каждого знака что принесет эта неделя и так по традиции 1 у нас вами идут овны смотрим что неделя принесет овнам что-то овны переживают переживают возможно что из-за финансов на возможно либо из-за того что что-то идет не так как вы хотели да либо как вы рассчитывали из-за этого получается что до идут некоторые сложности пока присутствует так давайте ладно все таки посмотрим именно как у вас будет обстоять дела на неделе несмотря на ваше переживание несмотря на то что у вас идет такое внутреннее все-таки немного состояние но все-таки у вас неплохие позиции относительно недели то есть здесь первое вы все-таки добьетесь то к чему вы идете то что вы хотите возможно вы переживаете да что как будет складываться обстоятельства то есть у кого-то может быть дороги у кого-то могут быть какие-то сделки кстати финансовые сделки и вы как тут переживаете как пройдет сделка но тем не менее все-таки продвижение во всех аспектах у вас однозначно присутствует тем более вы долго над этим вопросом думали вы долго размышляли вы долго готовились каким-то аспектом и однозначно здесь просматривается что вы все-таки максимально удачно решите свои вопросы единственное что вы должны все-таки немножко вот как раз вот ваше состояние оно вот вам знаете как-то подсказывает дает вам направленность на то что вы будете видеть вот именно какие-то ошибки да то есть вы будете видеть где вы можете совершить ошибку и где вы можете обойти то есть вот как раз вы рисковать не будете и правильно делаете потому что если вы будете рисковать это тогда до ошибки будут совершены поэтому здесь будьте внимательны но в целом неделю будет неплохо то есть вы Вы будете грамотно, правильно распределять как своё время, свои силы, ресурсы, свои денежные средства и свои возможности. В принципе, идёт неплохо. Вы всё своё свободное время будете уделять как раз либо каким-то своим личным целям, либо каким-то своим заботам, возможно, ухаживанию за кем-то. То есть, возможно, что вы ещё будете переживать, а как я успею всё сделать, справиться, что мне не хватает времени, и кому-то помощь нужна, много времени уходит, и для себя нужно время. И вот как-то за это вы будете переживать. Но, во всяком случае, вы очень грамотно всё расставите, благодаря чему вы сможете всё-таки добиться максимально, скажем так, неплохих результатов. Что вам остерегаться? Не делайте, знаете, на этой неделе не делайте каких-то кардинальных перемен в своей жизни. Это вот единственное что, потому что вот если вы чувствуете какое-то желание, что нужно что-то перевернуть, и что вы устали от каких-то позиций, лучше не стоит. Лучше всё-таки переждать, подождать какие-то моменты. То есть на этой неделе старайтесь кардинально не менять свою жизнь. Если вы не хотите, как говорится, ошибиться и сделать какие-то ошибки, о которых потом будете жалеть, то лучше в каких-то аспектах всё оставить так, как есть. Очень много было у вас стрессовых ситуаций. И вот эти стрессовые ситуации, возможно, что у вас уже, знаете, вот отложили, скажем так, отпечаток на вашей душе, на вашем внутреннем состоянии, что вам нужно, конечно, в какой-то период даже просто уединиться. То есть чтобы вы могли подумать над своей жизнью, над своим состоянием, как говорится, собраться силами, то есть грамотно распределяйте свои силы. Но, в принципе, у вас это получится. Вообще неделя обещает быть всё-таки такой, знаете, благополучной, и особенно, кстати, в финансовой сфере. То есть если вы переживали за, скажем так, свои финансовые проблемы, финансовые ситуации, то здесь прям из неожиданных источников, причём прям такой на неделю у вас очень хороший поток идёт финансов, благодаря чему, но все ваши переживания уже сойдут на нет. Поэтому здесь просто будьте осторожны именно вот с какими-то своими шагами, именно с тем, что... Ещё такой момент, именно с тем, что вы говорите. То есть вы на фоне, скажем так, такой стрессовой ситуации, то, что у вас накопилось в душе, вы кому-то что-то можете сказать, а потом просто будете об этом жалеть. То есть вот грамотно всё распределяйте, и тогда неделя будет благополучной. Это у вас так. Так, это были овны. Теперь мы смотрим тельцы. Что-то тоже как-то неловко себя чувствует в каких-то вопросах. Да, немножко вас потревожит неделя, конечно. Немножко как-то у вас будет такое состояние, когда не всё будет получаться так, как вы хотите, как вы задумали, но немножко... Она больше, знаете, у вас такая какая-то насыщенная неделя идёт на самом деле. Очень много таких событий будет происходить, и какие-то моменты даже будут для вас незабываемы. То есть такие моменты могут быть на неделе. Так, ну давайте попробуем разобраться. В первую очередь, знаете, вот идёт такой момент, не напрягайте себя слишком. То есть, как говорится, не рвитесь. Если вы чувствуете, что где-то что-то вы не справляетесь, не можете сделать, позвольте себе отдохнуть. То есть позвольте себе в какой-то момент взять паузу. Никуда ничего не денется. Никуда вы ничего не растратите. То есть вы ничего не потеряете. Но иногда временная передышка очень способствует тому, чтобы правильно принять какое-то решение, правильно сделать какие-то выводы в какой-то ситуации. И вот если вы чувствуете, что вы не справляетесь с эмоциями, вы не справляетесь с какой-то ситуацией, то лучше отложите. Не принимайте решение сгоряча, не принимайте наспех решение, потому что вы просто об этом потом будете жалеть. То есть у вас эта ситуация будет усложняться. Позвольте в какой-то момент себе отдохнуть. Даже достаточно иногда пару часов, чтобы просто прийти в норму. Поэтому это имейте в виду, потому что здесь могут складываться обстоятельства. Что-то новое для себя вы всё-таки узнаете, потому что идут какие-то новые события в вашей жизни на неделе, которые принесут, скажем так, немного яркие краски в вашу жизнь. Что не совсем вы будете готовы к этим новостям, но в принципе они больше, знаете, как вот это новое, вот эти новости, они настолько неожиданно ворвутся в вашу жизнь и немножко могут нарушить, скажем так, вашу идиллию, нарушить ваш привычный образ жизни, что вам придётся что-то перестраивать, и даже элементарно своё время придётся перестраивать. И из-за этого, конечно, немножко вы будете чувствовать себя некомфортно. То есть такой момент просматривается. Но всё-таки не стоит расстраиваться, что если что-то идёт не так. Да и вообще, вот если по каким-то причинам у вас не получается что-либо сделать, не расстраивайтесь, потому что неделя пройдёт быстро, а нервная система уже, извините, будет всё это нарушена. Поэтому здесь как-то старайтесь это всё контролировать. Но, во всяком случае, вы всё-таки на неделе будете окружены, скажем так, приятными людьми, приятным окружением, заботу, поддержку. То есть даже вам стоит обратиться в какой-то момент, особенно самый сложный, стоит обратиться к знакомым за советом, к своим родным, близким, чтобы элементарно просто даже вас выслушали, потому что вам это будет очень-очень необходимо. Старайтесь на неделе искать гармонию, потому что здесь для вас это будет очень важно. У вас может складываться такое обстоятельство, что не всё будет идти гладко, то есть на неделе не делайте каких-то резких, скажем так, шагов в своей жизни. То есть если вы видите, что не идут дела, никак не получается, то не рвитесь, потому что вы всё равно, скажем так, сделаете себе только хуже, о чём потом просто будете жалеть. То есть вам лучше вот эту неделю провести в гармонии и стараться её провести более спокойно. Не пытаться что-то переломить, не пытаться что-то изменить, потому что это просто бесполезно. То есть просто создадите себе лишние неприятности, которые вам не нужны. Но очень идёт удачная неделя для новых знакомств. То есть если вы, скажем так, давно хотели с кем-то познакомиться, то эта неделя вам предвещает новых людей, новых знакомств. Причём это не обязательно ещё для личной жизни. То есть это могут быть такие вот новые люди, которые дадут какую-то подсказку, какую-то опору вам дадут, помощь дадут, особенно когда это нужно было, когда это необходимо было. Поэтому здесь такой момент тоже может быть. Но новые знакомства однозначно идут. Но неделя всё-таки, знаете, она принесёт вам какие-то вот такие незабываемые, какие-то яркие моменты. Ну, вы даже вот, знаете, как-то вот поймёте, что даже вот какой-то малейший шаг, но он вам принесёт счастье. То есть он вам принесёт какую-то, знаете, такую вот яркую, прекрасную минуту, которая запомнится надолго. Вот у вас идёт так. Так, это были тельцы. Теперь мы смотрим близнецы. Что-то тоже переживают, переживают близнецы. Как-то одни беспокойства, одни какие-то стрессовые ситуации. За кого-то, возможно, переживаете. Но, в принципе, должны понимать, что как раз у вас со близнецы на неделе идёт именно такой момент, вы должны понимать, что всё в ваших руках. То есть вы способны как усложнить себе неделю, так и наоборот улучшить её в каких-то аспектах. То есть наоборот, вы знаете, как создать себе как и ужасные условия для жизни на неделе, так и наоборот такие более благоприятные условия для жизни, когда действительно всё идёт так, как нужно вам. Поэтому здесь очень важно вам на неделе следить за своими мыслями, за тем, о чём вы думаете, как вы себя настраиваете, что вы про себя думаете и вообще думаете про свою жизнь. Потому что здесь на самом деле у вас неплохие на самом деле перспективы на неделю. То есть вы прям можете продвинуться очень хорошо в каких-то аспектах, но если вы будете всё-таки настраиваться на только позитивные изменения, то есть такой момент просматривается. здесь, знаете, как вот вы как-то перестали во что-то верить. То есть у вас, может быть, были какие-то идеи, были какие-то желания, были какие-то мысли, был какой-то настрой, но потом в какой-то момент у вас произошла остановка и вы перестали во что-то верить. То есть либо в человека, человеку перестали доверять, либо в какие-то свои идеи. Но вот неделя как раз вам даёт возможность всё это перестроить. Понимаете? То есть для того, чтобы вы опять поверили в то, что действительно все возможно, то есть тем более вы очень хорошо продвинетесь и добьетесь все-таки вот именно тех целей, которые вы, как говорится, хотели для себя получить. Конечно, немножко будут у вас испытания, то есть судьба вас все равно будет испытывать на неделе, из-за чего будете чувствовать себя не очень комфортно и будете прям переживать очень сильно, но все-таки вы эти испытания пройдете. Самое главное для вас на неделе это умеренность и разумность. Это вот прям, знаете, такой девиз для вас должен быть на неделе, что вы должны очень грамотно и разумно подходить к любому вопросу, причем независимо от того, для кого какая идет ситуация. Самое главное — не впадайте в крайности. То есть если вы чувствуете, что какое-то напряжение присутствует, что вы с чем-то не справляетесь, то лучше переключите свое сознание вообще на что-то другое. Это вам нужно для того, чтобы немножко, может быть, остыть в каком-то моменте, в какой-то ситуации, чтобы можно было уже, как говорится, довести все до конца. Но, во всяком случае, у вас это получится однозначно. Кто-то на неделе будет себя усовершенствовать, то есть получать какие-то новые, скажем так, грани своей жизни открываете, получать новые какие-то возможности, обучение проходить, благодаря чему вы в каких-то аспектах поменяете более кардинально какие-то свои ситуации, какие-то моменты. То есть такой момент может быть. Вы больше, вот знаете, на неделе будете загружать себя полностью работой. То есть может быть такой момент, что какому-то человеку это может не понравиться. Может быть такой момент, но вы полностью себя будете загружать работой, максимально будете загружать работой. Возможно, что это вам очень сильно поможет как раз отвлечься от каких-то обстоятельств, может быть, от ваших тяжелых дум, от вашего настроения. Поэтому здесь вам очень важно на неделе как раз уметь переключаться с одного на другой. Но в принципе у вас это получится. Тем более вы такие люди очень тонкой натуры, что вы очень настолько чувствуете, настолько даже, как бы я сказала, прочувствуете из какой-то ситуации, что как-то всё через себя пропускаете. И это очень сложно, на самом деле очень тяжело. Но на неделе у вас будет очень много сил, у вас будет очень много энергии на то, чтобы достичь максимальных результатов, именно то, что вы для себя поставили. Самое главное, самое главное, не впадайте в депрессию, потому что вы должны быть готовы к тому, что события будут разворачиваться неожиданно и очень быстро. То есть вы должны просто подсуетиться, успеть, как говорится, перекрутиться, чтобы получить желанное. Это у вас идёт так. Так, это были близнецы. Теперь мы смотрим раки. А раки-то как раз наоборот продвинутся очень хорошо на неделе. У вас прям, как говорится, наконец ваш известный час наступает. То есть то, что так долго ждали. Единственное, что поддержка всё равно нужна вам будет немножко. То есть здесь немножко такой момент просматривается. Но в целом, в целом очень неплохая неделя. То есть вы прям уверенно будете двигаться вперёд, несмотря ни на что. То есть какая-то дама будет вам строить козни, будет вам давать подножку, скажем тогда, что вы, ну она совсем вам не испортит, но немножко приостановит какие-то процессы. Поэтому здесь будьте осторожны. Не рассказывайте о том, что вы что-то пытаетесь сделать, исправить, изменить и что-то вообще в своей жизни. Потому что не все хотят и не все радуются за вас на самом деле. Ваша главная задача на неделе это внимательно, просто спокойно работать. Следить за тем, что происходит вообще в вашей жизни, что происходит на работе, что происходит в отношениях. То есть очень внимательно, тем более вы, центр, как говорится, всего будете на неделе. И вам очень важно вот именно следить за всем абсолютно. Не вступайте ни в какие рискованные дела. То есть если вам кто-то что-то будет предлагать, не вступайте, отказывайтесь сразу, потому что это, скажем так, нежелательно для вас. Это идёт потеря финансов, потеря времени, нервов и всего прочего. Вот будьте осторожны, как я сказала, с дамой. Дама старше вас, скорее всего, будет. Будьте осторожны с ней, потому что ещё, знаете, дама идёт такая, что постоянно находится в тени. То есть она постоянно, она никуда не лезет, её очень сложно вывести на какие-то разговоры. Вот такая очень тяжёлая немножко на самом деле дама. но она как-то идёт немного против вас. Поэтому здесь с ней будьте осторожны, будьте очень внимательны. Если вы будете более спокойно вести свои дела во всех аспектах, то есть как-то не торопиться, не спешить, то тогда вас ждут очень хорошие результаты на неделе. То есть просто пристально наблюдайте, смотрите, внимание уделяйте именно себе, внимание уделяйте именно своим делам, своим процессам, своим действиям. Тогда да, тогда у вас всё получится. То есть старайтесь всё более, знаете, как быть предельно осторожными и внимательными. Ну, в принципе, вы сможете избежать и разногласий, и ссор. И если будете осторожны и никому ничего рассказывать, то однозначно все конфликты мимо вас пройдут. Больше времени будете уделять детям, больше времени будете уделять семье, семейным каким-то ценностям. Возможно, кто-то к вам приедет и отнимет у вас больше времени. То есть такие моменты тоже могут и быть. Поэтому здесь, ну, как бы с этим нужно просто смириться. Для кого-то на неделе может быть такое продвижение по карьерной лестнице. Однозначно, особенно кто долго ждал, кто там надеялся, хотел, но никак не мог дождаться, да, потому что там, то однозначно продвижение по карьерной лестнице идёт. Но опять же присутствует такой момент, что какая-то дама будет вот как-то вот всё козни либо сплетни противостроить, но не обращайте внимания, потому что вам нужно просто уже целенаправленно идти, как говорится, к своим целям, результатам. Тем более у вас будут помощники, у вас будут люди, которые вас будут поддерживать, но ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, потому что провокации будут, вам они не к чему. Та же неделя очень благоприятна для устройства личной жизни, особенно для одиноких. То есть если вы долгий период одинокий, устали, уже надоело что-то ждать, что-то терпеть, то есть уже не верите ни во что, то как раз вот у вас идёт знакомство такое судьбоносное, где вы можете построить нормальные крепкие отношения, где вы сможете почувствовать себя с желанными, что наконец наступает счастье в вашей личной жизни. То есть то, что так долго ждали, однозначно у вас это присутствует. Самое главное для вас, как я сказала, не вступайте ни в какие конфликты, потому что вы не будете на неделе расположены именно к тому, чтобы вас больше отменять. Вот на отправленность идёт и на изменение каких-то ваших личных качеств, вашей личной жизни, там рабочие моменты. Если вы будете вступать в конфликты, вы всю эту энергию будете растрачивать в никуда, в пустую, и тогда будет очень тяжело подняться заново, чтобы что-то поменять. Поэтому здесь имейте это в виду. Применяйте на неделе свои чары для того, чтобы достичь очень хороших результатов, потому что к вам на неделе будут тянуться люди. Они будут вас слышать, они будут вас видеть, они будут вас понимать и будут к вам тянуться. А вы этим уже должны воспользоваться для достижения своих целей. Это вас так. Так, это были у нас с вами раки. Теперь мы смотрим лев. Что-то как-то тоже, львы. Хочу всё и сразу, хочу всё успеть и сделать, но присутствует какое-то напряжение. Вы можете потратить силу немножко не в то русло, которое вам нужно. То есть, немножко в совершенно другом направлении. Вот у вас идёт пока такой момент. Итак, львы, ну давайте посмотрим. Ну, на самом деле, несмотря на некоторые, скажем так, обстоятельства, препятствия, всё-таки неделя для вас идёт успешной, однозначно. То есть, несмотря на, скажем так, ну это больше, знаете, как будут какие-то ваши такие мелкие стрессовые ситуации, внутренние переживания. Но удача вам будет сопутствовать на неделе, причём во всех аспектах. То есть, здесь нужно просто, как говорится, поймать вот эту волну, настроиться на удачу и смело идти вперёд однозначно, потому что вы достигнете очень хороших высот. Удача поспособствует воплощению в жизнь, вот знаете, на неделе всех планов абсолютно, там начинают с самых минимальных и до самых таких масштабных однозначно. То есть, у вас больше такая существует возможность того, что вы что-то существенно будете менять, открывать в своей жизни. И это вам подарит, знаете, вот в первую очередь подарит вам популярность. То есть, если вы очень к этому долго стремились и что-то хотели, однозначно подарит вам популярность. Признание принесёт вам успех. То есть, может быть, там среди коллег хотели, там либо на работе хотели, там либо внимание какого-то человека хотели. Однозначно идёт признание успеха. Здесь однозначно присутствует. Не стоит разочаровываться, если вдруг в каких-то моментах не всё пойдёт гладко. Потому что вы можете, вот у вас может быть такой момент, то, что вы можете всё бросить, психануть там, развернуться и уйти. То есть, оставить всё, ничего не хочу больше. Но запоминаем, берём свою силу воли в кулак, заново поднимаемся и действуем. Тем более, вы люди напористые. И эта неделя ваша однозначно, когда вы можете управлять своей жизнью, своими эмоциями, управлять вообще своей ситуацией и достигать больших высот однозначно. вам потребуется только уверенность в собственных силах и необычайная напористость. Но при этом, при этом не стоит перегибать палку. Потому что, если в каких-то моментах вы где-то что-то перешагнёте, либо будете более настойчивы, кому-то это может не понравиться, и тогда что-то может остановиться, застопориться, что либо вы получите не тот результат, на который вы рассчитывали, к которому вы стремились. Поэтому здесь к этому будьте внимательны, потому что вам очень важно вот именно правильно, грамотно себя настроить в первую очередь и не перегибать в каких-то моментах. Есть ещё такой момент, что если вы очень долго трудились и вам задерживали там зарплату, либо что-то не получалось, то вы однозначно на этой неделе будете получать награду. Вот именно за свои труды. То есть, может быть, вы уже отчаялись, уже не надеялись, но здесь однозначно вы получите свою награду и даже больше, чем вы для себя рассчитывали. Это однозначно. Вообще, у кого-то на неделе, кстати, идёт повышение заработной платы. То есть, если вы долго к этому шли, либо уже не надеялись, то однозначно здесь на неделе у кого-то будет повышение заработной платы. Это присутствует. Вообще, звёзды вам рекомендуют на неделе идти к своей цели несмотря ни на что, потому что здесь однозначно вы придёте к своим мечтам, вы придёте к своей цели, вы сможете добиться очень многого, то есть, вы прям будете очень довольны и очень счастливы. И вот именно неделя вам обещает очень много таких вот, знаете, приятных, счастливых моментов. И, кстати, ещё идёт такой момент, что ваши недоброжелатели, кстати, могут полностью исчезнуть из вашей жизни. Но, во всяком случае, какая-то часть, вот особенно кто вам завидовал, особенно кто вам вредил, они как-то поуспокоятся и оставят вас в покое. То есть, они уже займутся своими делами и вас уже трогать не будут. То есть, здесь вот присутствует такой момент. Вам самое главное не расслабляться, то есть, настраивать себя только на свои мечты, на свои желания, и вы добьётесь. Это вас так. Так, это были львы. Теперь мы смотрим дело. что-то как-то вы будете разочаровываться в чём-то делом. Что-то немножко идёт такой момент. либо это просто ваши страхи присутствуют, потому что идёт такая позиция, что вы чего-то как будто боитесь, как будто чего-то у вас немножко, знаете, такой вот противовес идёт. Ну, давайте попробуем посмотреть. Вообще, неделя всё-таки позволит вам получить, скажем так, результаты своей кропотливой работы. То есть, то, над чем вы так долго трудитесь, то, что, возможно, не всё гладко идёт, не всё получается, и вам кажется, что это вообще нескончаемо, и это вас очень сильно выматывает, это очень сильно вам, знаете, как усложняет только, да, вот ваше внутреннее состояние усложняет какие-то условия, и порой вам хочется просто это всё бросить, но понимаете, что всё равно нужно продолжать двигаться дальше. То есть, как-то вот немножко такой момент просматривается. Но однозначно вы всё-таки сможете добиться то, над чем вы сейчас очень сильно трудитесь. То есть, однозначно у вас получится помощь какая-то придёт, и причём совершенно с неожиданной стороны. И здесь вас это, знаете, больше как подстегнёт, даст вам дополнительно силы для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Потому что у вас немножко вот такое больше внутреннее, знаете, какое-то истощение идёт. Внутренне идёт такое состояние, когда вы уже устали от всего. То есть, даже от своих мыслей, от того, что вы постоянно думаете о какой-то проблеме, что эта проблема никак не решается, что это нескончаемый вот этот поток, и вы уже не знаете, что делать. И это, конечно, вот именно истощает вас как Личность, как бы отнимает все силы, здоровье, нервы и так далее. Но, во всяком случае, эта проблема всё-таки будет решена. Вам самое главное всё-таки продолжать, как бы не было тяжело, но всё-таки нужно продолжать. В принципе, внимательно следите вот именно за собой, за своими действиями, внимательно следите за тем, кто вам что-то говорит, потому что не всё можно принимать на веру, так как могут быть некоторые люди, которые, ну, скажем так, может быть, неосознанно, то есть я не могу сказать, что специально, но могут вам дать какую-то неправильную информацию, и здесь самое главное вам вот именно настроиться на себя, то есть именно на свои знания, на свой опыт, на то, что вы можете сами сделать, поэтому здесь вот эти моменты имейте в виду. Также на неделе кто-то может очень хорошо, в принципе, улучшить материальное положение, то есть, причём, если у вас были какие-то сомнения, переживания на этот счёт, смогу, не смогу, то здесь однозначно ваши вот именно усилия, они окупятся, и однозначно вы получите желаемое. Просто даже, вот вы знаете, такой идёт момент, что при сложных обстоятельствах вы сможете выйти с наименьшими потерями, потому что всё равно какие-то потери присутствуют, всё равно немножко какая-то ситуация будет напряжённая, то есть от чего-то вам нужно будет отказаться, либо что-то прекратить на неделе своей жизни, ну знаете, как это может быть там ушли с работы, но это не значит, что вы остались без работы, то есть вам тут же подворачивается другая работа, и вы устраиваетесь, и, как говорится, начинается всё нормально, то есть здесь однозначно, но просто немножко не стоит вот сильно прям сразу опечаливаться, если что-то вот идёт не так, и от чего-то вам нужно будет отказаться. В каких-то моментах, знаете, у вас может быть такой момент, что вот даже больше как возникать ощущение, что у вас вот как будто чего-то не хватает, да, вот какое-то отсутствие присутствует, то есть либо каких-то дополнительных ресурсов, либо какой-то дополнительной мотивации, дополнительной ситуации, важно правильно оценить вам ситуацию, понимаете, вот именно своей жизни на неделе, не тратить время на мелочи, то есть если вы хотите масштабно чего-то достичь, на мелочи не растрачивайте свои силы, идите, как говорится, вперёд, и тогда вы добьётесь. Но неделя будьте готовы к тому, что она будет наполнена переменами и причём большими планами и большими переменами, которые вот важно успеть реализовать, понимаете, не страдать, потому что что-то вы потеряли, что-то упустили, что-то не получилось, а вот именно очень важно успеть реализовать вот какие-то идеи, которые вам будут поступать, то, на чем вы сейчас трудитесь, работаете, многие задумки у вас будут приняты благосклонно, причём как на работе, так и ваших личных интересов. То есть как итог, как итог на неделе, реализация многих важных задач для вас, планов, это всё во всяком случае окупится, то есть это всё исполнится и вы от этого будете очень-очень довольны. Это у вас так. это были Девы. Теперь мы смотрим Весы. Весы Трудоголики. Много энергии, конечно, у вас заберёт неделя, очень много энергии заберёт на самом деле, потому что здесь прям потребуется максимально у вас усилий на самом деле, то есть но будьте готовы к тому, что на всё времени у вас не хватит и вы к этому должны быть готовы. Причём здесь даже, знаете, идёт такой момент, что больше рекомендуется быть особенно внимательными и учиться концентрироваться на каких-то задачах, не распыляться на все сразу, на все обстоятельства, на разные стороны себя разрывать, а всё-таки учиться концентрироваться. Как можно внимательнее следить, заниматься какой-то одной задачей. очень важно у вас на неделе может быть такой момент, очень важно не делать что-то на авось, потому что немножко расслабиться, что вроде я всё знаю, я всё могу, у меня всё как горит в руках, всё получается, и в какой-то момент вы захотите расслабиться, что-то сделать на авось, и это будет большой ошибкой, поэтому здесь будьте к этому внимательны. Но несмотря ни на что всё-таки, на все эти вероятности, что у некоторых ошибок вы всё-таки сможете сосредоточить всё своё внимание на самых главных задачах на неделе, однозначно, потому что вы всё-таки соберётесь с мыслями и будете внимательны. Единственное, как я и сказала сразу, то есть не распыляйтесь на разные стороны, вам нужно сосредоточить внимание на чём-то одном. Тогда у вас прекрасно всё получится. Кто-то, кстати, будет вас отвлекать от каких-то важных задач, и вы к этому должны быть готовы, то есть либо постараться как-то сгладить, потому что не вступайте в такую тяжёлую полемику, иначе всё тогда пойдёт не так. То есть и ваши какие-то задачи, и с этими людьми вы можете поругаться очень надолго, и это, конечно, будет очень неприятно. То есть будьте начеку и старайтесь обходить различные напряжения, конфликтные ситуации. То есть если вы чувствуете, что вас провоцируют, чувствуете, что в чём-то идёт напряжение, то моментально старайтесь уйти от этих разговоров, для вас это будет очень важно. Финансовая сфера однозначно улучшается, вы получаете вознаграждение, и здесь это самый главный аспект для вас. Единственное, что вы должны быть готовы к тому, что много времени будет уходить всё-таки в работе, каких-то личных интересах, мало времени будет уходить семье, из-за чего могут быть очень серьёзные разногласия, проблемы, неприятные такие разговоры, выяснения отношений. Конечно, к концу недели это всё у вас уладится, и в принципе всё это пройдёт спокойно, то есть уже как-то будет такой настрой нормальный, но будьте готовы к тому, что большую частью времени вы будете полностью заняты работой на работе. Но что-то кардинально у вас всё-таки поменяется, и перемены конечно идут такими приятными, положительными, они очень сильно скажутся на будущем у вас, то есть на неделе они больше такой вот как первый шаг в вашей жизни, но вы будете чувствовать, что вот эти шаги они очень сильно поменяют в будущем уже вашу жизнь, то есть идёт очень такая хорошая направленность. Первое, вы станете более уверенно в себе, вы станете сильнее, вы станете более мудрее, вы станете более энергичнее и более, скажем так, уже какой-то дополнительный доход, какой-то уже знаете, дополнительный такой подъём энергии идёт, получаете какие-то дополнительные возможности на неделе, благодаря чему у вас идёт очень такое хорошее продвижение, причём во всех аспектах. самое главное вам на неделе всё-таки не провоцировать скандалы, а уметь договариваться с людьми, то есть стараться находить такую некую золотую середину, чтобы на фоне эмоций не создать себе лишних проблем, неприятностей, то есть у вас идёт чёткая направленность, сосредоточенность на достижении многих целей, и вы удачно их решите, однозначно удачно, но вот старайтесь как-то всё-таки это максимально, максимально сгруппировать, сконцентрировать и не поддаваться на эмоции, на провокации, потому что люди будут вас провоцировать, из-за чего вы можете просто сделать что-то не так, как вы для себя поставили, предположим, какие-то задачи, и просто об этом будете потом жалеть. надо у вас так. Так, это были весы, теперь мы смотрим скорпион. Скорпион. Очень серьёзно у вас идёт неделя на самом деле, даже вы к этому совсем не готовы. Что-то однозначно вы очень сильно поменяете свои жизни на неделе и прям такой переворот в судьбе чувствуется у вас идёт. Возможно, что вы сами будете некоторые какие-то процессы останавливать, то есть возможно, что не готовы, не хотите, не хочу там что-либо менять, хочу оставить всё как есть, но всё-таки как-то присутствует такой момент. В первую очередь на неделе обратите внимание на своё здоровье. Не перегружайте себя, не нагружайте себя, то есть если вы чувствуете, что где-то идёт лёгкое недомогание, где-то идёт немножко такое состояние, что не хочу, не могу, либо плохо себя чувствуете. То есть в этот момент вам очень внимательно нужно обратить внимание всё-таки на своё здоровье, потому что вы можете пропустить какие-то моменты, понимаете, и потом просто всё своё время, всё своё внимание будете уделять своему здоровью. Поэтому здесь такой момент просматривается. но во всяком случае всё-таки нужно на это обратить внимание, это очень важно для вас. Если смотреть вообще на этой неделе, у вас идёт такой момент, что всё будет идти ровно и гладко, то есть особо каких-то препятствий у вас не просматривается. То есть вы для себя будете, скажем так, открывать что-то новое на неделе, у вас идут какие-то очень новые такие полезные знакомства, которые очень сильно поспособствуют тому, что очень многое вы поменяете в своей жизни вот именно благодаря новым знакомствам. Возможно, что вы очень долго что-то ждали, на что-то надеялись, и вот наконец идёт результат, то есть наконец вы получаете. Судьба вам благоволит на этой неделе, она к вам благосклонна, она будет давать вам очень много возможностей, очень много, скажем так, приятных событий, приятных моментов, но вам не стоит расслабляться, нужно прям сосредоточиться, тогда у вас будет получаться максимально решить все свои задачи, то есть даже больше старайтесь принимать это новое, не отказывайтесь, потому что это очень сильно отразится на вашем будущем. Несмотря на то, что будут некоторые склоки, особенно на работе, будьте к этому готовы, могут быть такие моменты, очень важно вам на неделе уберечь себя от этих конфликтных ситуаций. И вы сможете это сделать, но при условии, если вы будете спокойны по отношению к другим людям и по отношению даже к семье, то есть не настраивать себя, не мучиться, не страдать из-за каких-то разговоров, потому что это и может на здоровье на вашем отразиться, и это может отразиться вообще на вашем восприятии, то есть вы должны быть уверены в семье, несмотря ни на что, тем более судьба вам дает очень много возможностей. Очень важно проработать над какой-то своей важной ситуацией, проработать над отношениями, то есть если вы хотите изменить отношения, однозначно нужно их прорабатывать. Больше времени уделяйте своим личным интересам, и больше времени уделяйте семье на неделе, потому что это будет для вас дополнительный стимул, поддержка, внимание, забота и все остальное прочее. Вы от этого будете получать больше положительных эмоций, вы будете, знаете, для вас это идет источник энергии, который будет вас направлять, давать очень много возможностей, помогать. И причем еще идет такой момент, что судьба вам готовит какую-то приятную встречу, какие-то приятные сюрпризы, которые также будут вам именно дополнительным источником энергии на неделе. Вы не пропустите ничего абсолютно, то есть бывают такие моменты, что боязни, страха, что что-то упустить, упустить какие-то свои шансы, какие-то свои удачи однозначно вы не упустите, потому что вы уже в каких-то моментах настрадались, у вас уже внутренний такой настрой что-то менять, и вы однозначно сможете все ухватить, изменить и улучшить. Вот идет такая позиция, но вы будете принимать правильные решения, старайтесь на неделе анализировать все свои поступки, чтобы, как говорится, избежать нежелательных ошибок, то есть для вас это очень важно, но самый главный аспект, как я сказала, следите за своим здоровьем, то есть не перегружайте себя, если вы чувствуете, что где-то что-то идет не так, потому что немного такие моменты могут быть, скажем так, не очень приятные для вас, что если где-то себя переселите, потом просто сляжете, понимаете, вот такой момент просматривается, поэтому здесь будьте в этом осторожны. В целом неделя обещают очень много приятных моментов, приятных событий, где вы действительно получаете максимально удачные, выгодные позиции для себя. у вас так. Так, это были скорпионы. Теперь мы смотрим стрелец. Так, стрельцы. Ну, стрельцов планы, планы, настрой, большие планы, надежды. Вы прям активно будете на неделе стрельцы, на самом деле у вас прям такой вот позитивный настрой, который поспособствует тому, чтобы очень много что-то поменять в своей жизни, изменить на самом деле. И здесь в первую очередь, знаете, у вас такой вот идет переменчивая неделя идет очень. И не пугайтесь, ничего страшного нету в том, что у вас, как говорится, на неделе ожидают перемены. То есть, здесь присутствует такой момент, что вы даже сами своим настроем, своим, скажем так, переменчивым настроением что-то поменяете. Неделя вам обещает очень много таких приятных сюрпризов, очень много таких веселых моментов на самом деле, очень таких счастливых моментов. во-первых, у вас будет постоянно окружать положительная динамика, положительная энергия, где вы будете максимально довольны своими результатами, довольны именно своим положением, своими делами. То есть, такой момент просматривается. Обещается стабильность на неделю, то есть, если даже были какие-то неловкие моменты, были какие-то непредвиденные обстоятельства, ситуации, то здесь однозначно наконец наступает стабильность. Причем стабильность как в работе, в финансах, так и в отношениях, либо в каких-то ваших делах однозначно. Будет очень много поступать предложений относительно работы, особенно если кто долго ищет работу, будет очень много предложений, вы еще будете выбирать. То есть, вам самое главное правильно принять решение, потому что на кону будет именно ваша финансовая стабильность. То есть, все тщательно обдумывайте, чтобы не ошибиться. Это очень важно. То есть, следуйте именно голосу, разума, а не сердце, потому что только так вы примете правильное решение. Также вы будете заниматься многими обстоятельствами, связанными именно лично с вами. И вы знаете, как-то будете все настолько легко, хорошо решать, что вы будете очень довольны. Вы будете больше, знаете, для себя создавать определенный уют. то есть, вы для себя будете создавать определенную такую вот приятную атмосферу, что это у вас продлится еще, скажем так, не один период. То есть, это еще не одну неделю продлится. В принципе, недели обещают очень много таких приятных моментов. И очень такие будете даже получать какие-то приятные мелочи на неделе, которые вас будут радовать. Причем радовать будут как на работе личного характера, радовать будут друзья, радовать будет семья. И здесь однозначно вы будете от этого счастливы. Для тех, кто одинок, предвещают встречу, причем со своей судьбой однозначно. Поэтому будьте бдительны, как говорится, и не пропустите ее. Ведь вы так долго ждали, потому что кто-то очень долго ждал именно какие-то яркие, новые, интересные отношения. И здесь встреча судьбы однозначно присутствует. Если вы уже в отношениях, то вам следует уделять больше внимания именно своей второй половинке. Потому что вы, возможно, были заняты своими делами, и ваша вторая половинка заскучала. Либо из-за этого идут какие-то разногласия, идут какие-то неприятные разговоры. Поэтому здесь такой момент просматривается. Могут быть некоторые проблемы, но они такие больше эмоционального характера. Могут быть проблемы, причём это больше неприятные разговоры, какие-то неприятные мелочи. И здесь вам самое главное не расстраиваться, а постараться очень быстро решить эти вопросы. Потому что если вы будете по каждой мелочи расстраиваться, по каждой мелочи что-то выискивать, пытаться докопаться до какой-то истине, вы упустите свои возможности. Понимаете, это очень важно, как говорится, обойти вот эти все мелкие неурядицы, потому что они будут кусать вас, но в принципе вы, если будете внимательны, то у вас всё это получится решить. Во всяком случае, если вы будете целеустремлённы, если вы будете настойчивы, вы не упустите ни один свой шанс, который особенно кто-то очень долго ждал. Вот такие моменты просматриваются, вы к этому должны быть готовы. На неделе просто наслаждайтесь своей жизнью, цените вот всё, что происходит в вашей жизни, цените людей, которые вас окружают, потому что они вам дают энергию, они вам дают внимание, они дают вам поддержку, они дают вам определённые ресурсы, вы этим должны пользоваться. У вас на неделе будет всё получаться, ведь, как говорится, для вас важнее всего это наладить свою жизнь, особенно если были какие-то моменты, и уже дальше укрепить свои позиции и просто идти вперёд. Вот у вас так. Так, теперь мы смотрим козероги. Так. что-то козероги будут немножко переживать, что-то как-то у козерогов немножко не совсем будет складываться, хотя у вас будет возможность такая вот что-то многое исправить, изменить будет, да, и в принципе неделя для вас обещают быть неплохой. И я вам даже могу с уверенностью сказать, что наоборот вот эта неделя она вам принесёт успех, она вам принесёт везение в некоторых аспектах, удачу. И здесь в принципе вы во всяком случае что-то кардинально всё-таки поменяете. То есть либо свои мысли, своё сознание можете поменять запросто, либо вообще от чего-то откажетесь, всё бросите, уедете, да, что совершенно на новое место жительства и прямо полноценно будет всё это меняться. Кто-то может быть захочет уехать в какое-то путешествие либо куда-то в дальние края от всего отказаться, как говорится, всё надоело и всё. Но во всяком случае что-то кардинально у вас поменяется и для вас это очень-очень будет важно, потому что здесь вы устали чего-то ожидать, вы устали от каких-то скажем так ситуаций, когда всё идёт не так, как вам хотелось. На неделе у вас предоставляется скажем так один шанс, вот именно один шанс и здесь вам очень внимательно нужно как говорится уловить этот шанс. То есть не впадать в депрессию, в апатию, что ничего не решалось. А если вы ухватитесь, этот шанс может предоставиться в любом направлении абсолютно. Вот если вы ухватитесь, вы кардинально поменяете что-то в своей жизни. Как я сказала, либо вы поменяете своё сознание, может быть свой ухват в жизни поменяете. Возможно вы можете поменять и вообще своё окружение. Вы можете поменять полностью место жительства. То есть если у вас долго не получалось вот именно переезда, то однозначно здесь это решится. Причём знаете, у вас это всё будет как-то получаться легко. Я не могу сказать, что это будет очень сложно для вас, что это будет очень тяжело для вас, потому что здесь, когда вы запустите вот этот процесс перемен, он у вас настолько будет легко получаться, он настолько у вас будет свободно идти, что вы даже будете удивляться, как это так вообще возможно. Будут развиваться очень благоприятные события, связанные именно с личной жизнью, потому что здесь идёт, как говорится, судьбоносная встреча, которая поменяет ваши взгляды, поменяет ваше внутреннее состояние. также у вас очень будет такой, скажем, предоставляться шанс добиться, получить свою мечту, то есть если вы постоянно о чём-то думали, постоянно загадывали желание, но никак не получалось исполнить какие-то свои желания, то здесь однозначно у вас получится, то есть вы сможете исполнить свою мечту, и вам самое главное настрой идти вперёд, не останавливаться, для вас это очень важно. внимательно относитесь именно к каким-то мелочам, потому что некоторые мелочи могут создавать плохое настроение, либо плохой настрой, что вы будете в чём-то разочарованы, кстати, вы можете быть разочарованы в каком-то человеке, и вам очень внимательно нужно быть именно к каким-то мелочам, чтобы из этих мелочей не растрачивать свои внутренние ресурсы. Кстати, у кого-то может быть неожиданное появление денег. Причём такая крупная сумма для кого-то может быть неожиданной, что деньги станут для вас прям неожиданностью. Во всяком случае, такой момент может быть, и вы к этому будьте готовы, что такие позиции будут. Вообще в вашей жизни на неделе будет очень многое налаживаться. Вы будете ощущать взаимопонимание с некоторыми людьми, поддержку, теплоту. кто-то будет и получать новый всплеск чувств, эмоций. Однозначно. Если вы не нашли ещё вторую половинку, не переживайте, потому что звёзды будут одаривать вас именно чрезмерным вниманием со стороны противоположного пола, что обязательно приведёт к новым знакомствам. Обязательно. Может быть, просто будет развиваться не так быстро, но во всяком случае приведёт к новому отношению. Вообще на неделе идёт такой момент, что любое ваше начинание будет оценено по достоинству. И если вы переживаете, как отнесутся определённые люди, то здесь однозначно будет оценено по достоинству. То есть в некоторых случаях даже итоги могут превзойти все ваши ожидания. Это приятные знакомства, это какие-то значимые события, это для вас выгодные предложения. Всё это может стать началом вашей удачной дальнейшей жизни. Причём для каждого будет свой аспект. Не бойтесь кстати на неделе расширять круг общения. Это может принести вам очень много интересной полезной информации, очень много нового, благодаря чему вы можете достичь очень хороших результатов. Это вас так. Так, это были козероги. Теперь мы смотрим водолей. начало предвещает хорошим. что-то дальше кто-то что-то вам помешает на неделе. Однозначно кто-то что-то помешает. Немножко такой идёт момент. Ну ладно, давайте попробуем посмотреть, что происходит у вас. и так на самом деле у вас будут такие вот и знаете складываются обстоятельства, что вы даже больше будет возможности развернуться во всех аспектах. Вы сможете контролировать ситуацию своей жизни. Несмотря на то, что будут вам препятствовать, будут вам мешать в каких-то аспектах, но вы всё возьмёте под свой контроль и вы сможете контролировать и свою жизнь, жизнь других людей, любую ситуацию. То есть вот прям значимо так однозначно такой моментом будет. Успешная неделя, причём однозначно у вас появляются прекрасные шансы что-то исправить в своей жизни и также избежать очень много новых ошибок. То есть вы как-то выстроите свою неделю правильно, что в принципе вы сможете очень удачно, очень максимально решить какие-то моменты. Для кого-то будет очень прекрасная возможность проявить себя. То есть если вы хотели где-то в чём-то себя проявить, однозначно это получится. Имеющиеся конфликты, вот у кого они есть, они будут улажены. То есть это может быть с коллегами, это может быть с начальством, это может быть в личных отношениях. И это всё будет улаживаться на неделю что вы в принципе будете спокойны за это. То есть особенно если какие-то очень долгие конфликты, очень долгие неприятные моменты, то это всё улажится нормально и это всё будет спокойно. То есть даже такое примирение идёт, что даже наступает благоприятный период для вас однозначно. Несмотря на то, что кто-то может быть недоволен вашей работой либо вашими какими-то позициями, может быть такой момент, не стоит людям свойственно завидовать и вам как раз на неделю кто-то будет очень сильно завидовать и может быть даже от чего-то отговаривать и поэтому вам нужно более внимательно сосредоточиться на своих задачах, на своей работе либо на отношениях однозначно. Уделяйте внимание лично себе, уделяйте своему здоровью, своим каким-то идеям, своим желаниям, своим хотелкам, то есть то, что вам хотелось. Но неделя дает очень много яркости, активности, когда вы будете максимально уверены в своих силах и максимально будете принимать выгодные предложения для себя. То есть если вы в чем-то застряли, в каких-то аспектах, то неделя перевернет всё. И для каждого будет своя позиция. понимаете, но однозначно перевернёт всё. Но вы будете очень довольны. И если что-то висело в воздухе, какая-то неопределённая ситуация, то однозначно вы сможете этот вопрос решить. Однозначно. Неделя также благоприятна для разрешения внутрисемейных конфликтов. То есть если были какие-то моменты, то вы сможете по-новому взглянуть на свою вторую половинку. либо на тех людей, которые вас окружают. Благодаря чему вы сможете максимально, очень удачно решить все сложные задачи, все проблемы. Вы сможете оценить внимание к семье, именно оценить человека, который находится рядом с вами. если были напряженные отношения, особенно кто уже в отношениях, вы сможете освежить ваши охладевшие отношения и сделать более романтичными на неделе. Неделя очень идет благоприятной для каких-то сделок, контрактов, для брака, для какой-то договоренности. Если вы не могли с кем-то договориться, то эта неделя вам благоволит однозначно. И именно на этой неделе вы сможете создать прочные надежные отношения, причем в любом аспекте, как личного характера, так и бизнеса, работы, либо с людьми, с которыми не могли долго договориться. У вас идет так. Это были водолеи. и последний знак мы с вами смотрим это рыбки. Рыбки переживают, переживают, что-то как-то немножко напряжение присутствует, рыбки как-то немножко недели конечно вам подпортит настроение чуть-чуть, что-то немножко такой может быть момент. Но я могу сказать так, что несмотря на то, что будут немного сложные какие-то ситуации, немного такие вот, причем судьба вас прям будет испытывать очень такие неприятные моменты на самом деле будут, но очень хорошо, что вы сможете предвидеть различные ситуации, различные аспекты вы сможете предвидеть однозначно и сможете предвидеть как неприятные моменты своей жизни, так и хорошие. Благодаря этому сможете все-таки что-то поменять в своей жизни. И в связи с этим все больше как-то у вас появится внутренний настрой, что хватит чего-то терпеть, хватит от чего-то страдать, а как говорится пора уже что-то менять, что-то действовать. Вы сами будете контролировать свою судьбу на неделе, вот именно сами. Неделя прежде всего даже знаете как вам стоит лучше приготовиться к всевозможным изменениям. Но они могут оказаться приятными. Все будет зависеть от того, как вы себя настроите. Потому что было очень много неприятных моментов, разочарований. И если вы будете направлены и сосредоточены на то, чтобы поменять что-то в своей жизни, вам это удастся, получится. Не слушайте совета со стороны, особенно приближенные к вам. Потому что очень много будет таких либо ложных советов, либо какой-то ложной информации будет поступать. И вам очень важно больше сосредоточиться на том, что вы сами чувствуете. Также обращайте внимание на свои сны. Потому что если вы хотите принять правильное решение, то обращайте внимание на свои сны. То есть они для вас будут более правдивы и более вам дадут верную подсказку, чем у кого-то вы будете спрашивать. Не стоит разочаровываться, если вы не сможете реализовать все свои идеи на неделе. Вы непременно сможете найти выход из сложной ситуации и решить. Пусть не на этой неделе, пусть на другой. Но именно на этой неделе вы все-таки какие-то важные аспекты для себя решите. Конечно, чуда не ждите, но в то же время не забывайте о том, что все равно фортуна такая капризная, что все равно в какой-то момент удача вам обеспечена. То есть если в чем-то не повезло, то в другой момент обязательно вам повезет. Поэтому здесь вот эти моменты имейте в виду. Вы для себя должны понимать на неделе, что ваша жизнь находится исключительно в ваших руках. И вот как вы себя настроите, как вы настроите свою жизнь, свое ваше настроение, оттого так и будет складываться ваша жизнь на неделе. Не стоит погружаться полностью в себя. Если вы хотите действительно что-то изменить и действительно что-то получить, не стоит полностью погружаться в себя. Потому что вы просто полностью потеряете какие-то свои идеи, какие-то свои желания, может быть, даже и смысл. Понимаете, вы можете это потерять. Чтобы не потерять возможности, а действительно достичь, вам нужно всё-таки сосредоточиться, скажем так, на главных аспектах. И не расстраиваться, если всё идёт не так. Во всяком случае, всё равно приятные изменения идут. Может быть, знаете, как идёт ещё такой момент, то, что вот эти приятные изменения идут немного в другом аспекте. То есть, предположим, вы хотите в личной жизни что-то поменять, а поменяется в работе. Понимаете, то есть всё равно судьба будет вам подкидывать вот эти всевозможные такие вариации, что, в принципе, вас это будет всё-таки как-то поднимать вам настроение. Вам самое главное — остерегаться конфликтов на неделе. Если они действительно всё-таки будут как-то проявляться, не стоит слишком расстраиваться. Как говорится, не всё потеряно. И вы это должны понимать. Что вам нужно найти некий компромисс. И это для вас будет самым лучшим решением. И тогда вы спокойно всё решите абсолютно. Вот сможете максимально решить удачно все вопросы. Это у вас так. Это вот были рыбки. Вот такая у нас с вами получилась неделя. Я вам всем желаю, чтобы эта неделя вам принесла только много приятных сюрпризов. И как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!